Братья и сестры, с 1 января многие открывают первую страницу Библии и начинают читать Библию сначала. Есть план чтения, и я думаю, что многие придерживаются этого. Я тоже открыл и прочитал первые главы уже и обратил внимание, вот написано, сотворил Бог человека по образу своему и подобию своему. Образ Божий и подобие Божие. У Бога нет тела, как у человека. Как же вот Бог по образу и подобию своему сотворил? Друзья, наверное так, что Бог безгрешный и Бог вечно живущий. И Бог человека сотворил безгрешным и вечно живущим душа человека. Вечно живущая. Бог сотворил по образу и подобию своему. Поселил его в прекрасном месте. И я в следующей главе обратил внимание. Значит, взял Господь Бог человека, поселил в саду едемском, чтобы возделывать его и хранить его. Ну, возделывать его понятно. Наводить порядочек, там все. А хранить? От кого хранить? Ну, не было никого еще. Звери там, они не ели друг друга. Все было мирно, хорошо. От кого хранить? А вот третья глава уже открывает нам. Змей был хитрее всех зверей. И вот он подошел к Еве и сказал. И вот хочу обратить внимание на слово. Подошел и сказал. И Ева слушается змея, она срывает запретный плод, сама ест, мужу дает. А потом, друзья, и услышал голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господня между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нах и скрылся. И сказал Господь Бог, кто сказал тебе это, что ты нах? Такого вопроса Бог еще не задавал ни Адаму, ни Еве. Кто тебе сказал? Друзья, этот вопрос носит, знаете, какой характер? Ну вот, например, дети какую-то шкоду вытворили. Родители спрашивают, ты зачем это сделал? А ребенок говорит, мне сказали. Какой следующий вопрос? Кто тебе сказал? Кто тебе сказал? И в этом вопросе ничего хорошего нет. Ну, такого расположения доброго, чего-то. Здесь, наоборот, боль. Здесь переживание. Здесь, ну, трагедия в этом вопросе. Кто тебе сказал? Ты кого послушал? В этот момент человек теряет образ и подобие Божие. Он становится грешным. И Бог говорит, поставьте ангела у дерева жизни, чтобы не вкусил плода и не стал вечно живущим в этом состоянии. Человек теряет все. Вопрос. Кто тебе сказал? Ну, а кто сказал, друзья, мы знаем. Мы знаем, кого послушалась Ева, Адам, и произошло страшное грехопадение. И дальше цель Господа, она осуществляется. Та извечная цель, которая была заложена Богом через Сына Своего, не просто простить человека, а сделать его новым человеком. И Бог, мы уже читаем в первой главе, вернее, не в первой главе, в третьей главе книги о бытие, самое первое пророчество об Иисусе Христе, который будет в голову поражать сатану, который прольет кровь свою и совершит искупление человечества. И вот, друзья, вот интересные моменты. Ну, например, книга «Царств» и книга про Липоменон нам описывают о человеке по имени Монасия. Это был царь, который воцарился в 12 лет. Мальчишкой совсем. 12 лет. 50 лет царствовал. И за эти 50 лет он столько беды сделал. Он столько греха внес в общество народа израильского и в сердце свое. О нем написано, что он поступал хуже, чем поступали язычники, которые жили на этой земле, которых Бог уничтожил. Он и ворожил, и гадал, и волшебников завел. Он вала в статуи поставил. Он храм Божий осквернил. Он детей проводил через огонь. Он сколько беды наделал. И народ вел, выдало поклонство. И вот Бог терпел его. 50 лет царствовал. А потом пришел царь и взял его в плен. И увел в плен в другое царство. И вот здесь, друзья, удивительная вещь происходит. И написано, Манасия в тесных обстоятельствах воззвал к Богу. И мне хочется теперь вопрос поставить наоборот. Вот когда-то Бог сказал, кто тебе сказал, Адам? А давайте теперь этот вопрос Богу зададим. Манасия молится, Господи, мне тяжело, помилуй меня. А мы скажем, Господи, кто тебе это сказал? Манасия? Ну кто, кто, но только не Манасия. Только не Манасия. А почему? Ну вот в Израиле совершали жертвоприношение. И написано, за такой-то грех ты сделай то-то, то-то. Если ты осквернился от мертвого, сделай то-то, то-то. Если ты там украл, сделай то-то, то-то, такую-то жертву принеси. Даже если ты нечаянно убил кого-то. Ну, строил стену, у тебя упал камень и на человека, и человек умер. И то для тебя есть смелость. Ты можешь убежать в город-убежище. И то, какие это есть вот жертвы, умилостивление. Но за грехи Манасия, за грехи Манасии, не было жертв. Не предусмотрены жертвы, ни тельцы, ни валы, ничего не предусмотрено. За его жертвы, за его грехи нету жертв. И вдруг Манасия молится, Господи, мне тяжело, помилуй меня. И что написано? И услышал Господь молитву Манасию. И вывел его из плена, и посадил его опять на царский трон. Это что такое? Это что такое, братья и сестры? И вот такие случаи, они показывают падшее состояние человека и неизмеримо великую милость Божию. Мне с детства, например, всегда удивительно было. Ну, вот Саул, ну, негодный царь. Когда он отвратился от Бога, когда он на себя стал надеяться, он столько зла сделал. Давида искал убить. И вот однажды услышал Давид там в раме, и посылает отряд воинов, и говорит, идите, приведите, живого или мертвого, доставьте мне его сюда. А воины пришли туда, а там собрание. А там собрались люди. Там идет богослужение, там пророки пророчествуют. Эти воины пришли, на них Дух Святой сошел, и они тоже стали пророчествовать. Они стали частью этого собрания. Саул ждет их, нету, нету, нету. Посылает второй отряд. Второй отряд пришел, тоже исполнились Духом Божьим. И тоже остались там. И Саул сказал, я сам пойду. Я сам пойду. И когда он приходит в это место, написанное на него, Дух Святой сошел, и он тоже стал пророчествовать. Это на кого? На Саула. Почему? Почему так? Друзья, он попал в присутствие Божие. Присутствие, где Дух Святой, где народ Божий собрался. И вот входит этот человек, и Бог ему ради детей своих, ради церкви своей, ради благодати, которая здесь, Духа Святого, который переживает за каждого человека. Бог дает ему такую милость. И ты ощути благодать, присутствие Духа Святого. И Саулу так хорошо стало. Ему не нужен Давид. У него нету врагов. Ему так хорошо он попал в присутствие Божие. Присутствие благодати Божией. И для такого Бог дает милость. И для такого Бог дает прощение. Удивительно. Братья и сестры, в послании к евреям, первая глава, написаны такие слова. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии, говорит нам в Сыне Своем. Он продолжает говорить. Но иногда он говорит, кто тебе сказал? Когда мы делаем что-то не то, когда мы слушаемся не того, дьявол тот же самый, который в Едемском саду был, только более хитрый, изощренный в своих преступлениях, в своем коварстве. Иногда он шепчет. А Господь нам говорит, кто тебе сказал? Кого ты слушаешь? Как хорошо, когда мы слушаем голос Божий. Однажды апостол Павел терпит кораблекрушение. Воины, узники на корабле. 14 суток носятся они по этому морю, в этих страшных волнах. И каждый думает, каждую минуту ожидает смерть. И вдруг Павел говорит, ободритесь, не бойтесь. Ангел Бога, которому я служу, сказал мне. Что он тебе сказал? Он сказал, что никто не погибнет. Как эти слова дороги были в этих обстоятельствах. И он говорит, братья, ободритесь. Нам нужно пищи принять, чтобы силы были спасаться. Берет хлеб, преломляет и вкушает его. И все смотрят. Тебе кто сказал? Мне Господь сказал. Вкушает хлеб, и люди вкушают тоже. И никто не погиб. Никто. Все выбрались на берег, потому что Господь сказал. Друзья, нам Господь в последние дни сии говорит через слово свое. Через слово свое. Мне сын говорит позавчера или вчера. Папа, ну как понимать? Всего испытывайте, хорошего держитесь. Попробовать все надо. Говорит, нет, сынок. Надо проверять все Словом Божьим. Испытывать Словом Божьим. Ну вот написано, испытывайте духов. От Бога ли они? А если он не от Бога? Ну попробуй, прими какого-нибудь духа. И что ты потом будешь делать? А если Словом Божьим проверил? К ней пророка Исаия написано. Если они будут говорить не так, как Слово Мое, то нет в них правды. Не слушайте их. Вот как испытывать. Бог нам говорит сегодня через Слово свое. Читаем Слово, вникаем в Него, молимся. И так говорит Господь. Господь. А Бог никогда не скажет вопреки Слову Своему. Потому что Он есть Бог мира и устройства. У Него устройства везде. В мире, во Вселенной. У Него устройства в церкви. Все члены повинуются друг другу, ослуживаются. Порядок. Там, где Господь говорит. А там, где люди говорят, мне Господь сказал. А явно не Господь говорит. Там нету порядка. Там нету устройства. Там дисгармония. Однажды Господь исцеляет слепого. И Он сказал ему, ты пойди в купальню села и умойся там. Слепой пошел, умылся и возвращается зрячий. У него открыты глаза. Он видит, кто это? Тот слепой, да. Кто тебе открыл глаза? человек по имени Иисус сделал брение, помазал глаза и сказал мне, пойди умойся. Я умылся, вижу. Его ведут к первосвященникам. Не видно такого. Кто тебе открыл глаза? Кто Он? А слепой бывший говорит, Он пророк. Не может быть. А слепой говорит, разве грешников Бог слушает? Нигде не слыхано было такого, чтобы человек открыл глаза слепому. Ты грешник, родился грешным, еще будешь учить нас. А Он другими словами сказал, это Мессия. Не слыхано такого, чтобы человек открыл глаза. А в пророчестве написано, Господь сказал, Он придет и откроет глаза слепым, и хромые будут ходить, и нищие будут благовествовать, и мертвые воскреснут, и пленные свободу получат. Он Мессия, Он мне сказал. А для кого-то эти слова, кто тебе сказал, кто тебе сказал? Братья и сестры, как важно нам, чтобы различать голос, от кого этот голос? Это голос Божий, или это голос того врага, который когда-то Еве сказал, и Адаму сказал, и потом Бог задает вопрос, кто тебе сказал? Поэтому так важно различать голос Божий от голосов иных. И я еще прочитаю текст, записанный посланием к евреям, вот, к той мысли, удивительной мысли, сколько у Бога благодати было, еще от Ветхого Завета, ну, например, за Монасию, или за того же Саула, как я сказал, и других очень много вещей, где мы видим благодать Божию в Ветхом Завете. Послание к евреям, 10 глава, здесь с 18 стиха написаны такие слова, «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них, жертвоприношение». Итак, братья, имея дерзновение входить во святелище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, которым Он открыл нам через завесу, то есть плоть Свою, имея великого священника на Дома Божьем, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от прочной совести, а мы в тело водой чистой, будем держаться исповедания неуклонно упования, ибо верен обещавший». Какая милость Божия, какое счастье, друзья, что мы услышали голос Божий. Он нам сказал, Он нам сказал, где пролитие крови Его, там не нужно уже жертвоприношений. И поэтому сегодня у нас, как воспоминания от крови Христовой, чаши с вином, хлеб, как ломимое тело. И сегодня мы будем вспоминать те замечательные слова, которые Он сказал и на кресте для спасения нашего. И сегодня еще говорить нам через слово свое, и будет говорить, и будет говорить вечно, бесконечно. Мы будем слышать Его, и будем наслаждаться голосом Его. Да благословит нас Господь, чтобы нам не слушать голосов иных. Ну, а сейчас, друзья, время пришло, чтобы нам приступить к следующей части нашего служения. Читаю текст Писания, это первое послание Коринфянам, 11 глава. Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, возблагодарил, преломил и сказал, примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. И мы, друзья, встанем и будем молиться над хлебом.